Глобальное потепление – это не только таяние ледников и изменение климата, но и миграция экзотических насекомых. Какие особи теперь живут в Татарстане и насколько опасно соседство с ними, узнал наш корреспондент. Все чаще и чаще пользователи сети интернет стали выкладывать видео экзотических насекомых и паукообразных с непривычным для их место обитанием. За последнее время в Татарстане были замечены богомол, эрезус, то есть паук-божья коровка и аргиопа-брюниха или паук-оса. Мигрируют насекомые благодаря аномально жаркому лету и теплым зимам. Дело в том, что действительно те животные, которые имеют ноги и могут убежать, они меняют ареал обитания. И так, например, уже сейчас в наших широтах можно увидеть насекомых, которые были характерны, например, для тропической зоны. Благоприятные условия для жизни в нашей республике выбрал себе не обитавший ранее здесь паук-коса. Он широко распространен в странах Северной Африки, Малой и Средней Азии, в Индии, Китае, Корее и Японии. В России он обитает на Кавказе и в Крыму, а теперь и в Татарстане. Научное название паука-осы Аргеопа Брюниха. Несмотря на большие размеры паука, его хелицеры, то есть челюсти с ядовитым аппаратом, сравнительно мелкие. В силу особенности своей анатомии более или менее чувствительно укусить он не в состоянии. Серьезной опасности не представляет. Размеры паука достаточно крупные для наших мест, но при этом хелицеры у него не очень большие. И сам яд не слишком токсичный. И укусить он может, в общем-то, с другом для себя. Но, тем не менее, укусить паук может, но в целом укус не опаснее, чем укус пчелы или осы. Заведующий отделом зоомузея посоветовал беречь пауков, так как они помогают в уничтожении насекомых, наносящих вред человеку и растениям. Елизавета Никитина, Универньюс.